Всем доброе утро. Я тут уже на низком старте собираюсь выходить, потому что надо, короче говоря, мне уже выходить. Куда я, собственно говоря, собираюсь? Я собираюсь в больницу, в глазную. Для тех, кто не знает, у меня очень плохое зрение. Очень плохое, это очень прям плохое. У меня смешанный астигматизм врождённый. Я не знаю точно, какой у меня минус. Мне постоянно говорят об этом врачи, но я постоянно забываю эту информацию. Видимо, мой мозг считает её неважной. И я не была у врача с первого курса, даже, наверное, со школы. Это где-то 4 года. И, в общем, мои очки уже... Короче говоря, плоховато я в них вижу. Мне нельзя носить линзы и мне нельзя делать лазерную коррекцию, потому что у меня очень тонкая роговица, и моей роговицы просто не хватает. То есть, да, лазерная коррекция, как лазером, все вот эти вот как бы неровности на глазу. Я не знаю, как это правильно объяснить, но, в общем, у меня не хватает вот этого верхнего слоя глаза, чтобы отшлифовать лазером, и чтобы я, короче, лучше видела. Вот. Мне запрещено. Я полтора года стояла на учёте, думала, что всё-таки как-то можно прокатить с лазерной коррекцией, но нет. И вообще без вариантов. Один глаз мне бы восстановили всего лишь на 60%, со вторым вообще было не язву. То есть, представляете, восстановить глаз на 60%. То есть, насколько сейчас он невидящий, это прям вообще жесть. Вот. Поэтому мы с вами быстренько-быстренько выдвигаемся. И просто не знаю, что надевать. На улице 5 градусов, но при условии, что я буду торчать в больнице, не знаю, насколько. И плюс ещё обещают то ли дождь, то ли мокрый снег, то ли вообще фиг знает, что обещают на улице какой-то Ахтунг. Фух. Поэтому пожелайте мне удачи в прошлый раз. Когда я в последний раз там была, как раз мне когда говорили про роговицу, я настолько перенервничала, что купила себе в автомате тульский пряник. Такой вот большой. Спорола его минут за 5, и мне было плохо. Надеюсь, в этот раз всё пройдёт получше. Короче, всё, я собралась. Вот так вот поеду. Видите, как у меня классные брюки застёгнуты? В лучших традициях и лайфхаках всех тиктоков. Ещё я заколола волосы, потому что на улице ветер, и обещают дождь, чтобы мне быстро под куртку всё спрятать. Не могу я дуракой застегнуть. Короче, всё, побежали с вами быстрее, потому что я уже опаздываю прям сильно. Тут я уже в больнице, у меня жутко разболелась голова и сердце. Настолько, что аж пришлось бежать в больницу за волокардином. Короче, всё, я уже вышла от врача. Сейчас пойду забирать свои вещи с гардероба. Лазерная коррекция мне противопоказана категорически, потому что если... У меня сейчас очень тонкая роговица. Если делать лазерную коррекцию, роговица сточится ещё больше, и я не смогу родить ребёнка. Так вот, с большими рисками будет всё это дело происходить. Это как бы очень-очень неприятная и вообще опасная ситуация. В общем, сейчас мы едем в другое место, где мне проверят ещё раз мои очки, потому что я читаю, потом смотрю какую-то, ну, в общем, такую вся пудительность осуществляю в очках. То есть в повседневной жизни я хожу без очков просто элементарно, потому что я родилась с этой болезнью. Я вообще не знаю, что такое нормально, стопроцентно видеть. У меня глаза видят на 30%. Вот, то есть как бы я вижу большие предметы. Всякие мелкие предметы я не вижу абсолютно, вот, поэтому сейчас поедем проверить очки, подобрать очки, побольше их сделать, вот, и всё, в моём случае здесь лучше ничего не сделать. Всё, вышли мы из больницы, я очень не хочу в Макдональдс. Просто представляете, как я перенервничала. На самом деле, нет, там не прям то, что жуткие были нервы, просто я очень хочу попробовать бургер с рыбой в Макдаке. Просто у меня все мои знакомые делятся на два типа, которые говорят, что это вкусно, и вторая сторона говорит, что это лютая хрень. Я люблю рыбу, и я хочу попробовать бургер, только единственное, я хочу взять его без соуса, потому что все соусы в Макдаке люто майонезные, и у меня сразу просто мгновенно начинается реакция у желудка, он люто начинает болеть, мне тошнит, поэтому вот, хотим сейчас дойти до Макдональдса. Лазерная коррекция, всё, завернули мне окончательно бесповоротно. Зашли мы в Макдональдс, взяла я себе это филе у фиш, у мамы ролл с креветкой, картошка средняя, ещё тоже мама закатила, соус барбекю и кофе одно, это тоже маме, короче, из моего, вот это вот, ну, немножко картошки подним. Филе у фиш мне прям зашёл. Ценить просто очередь в Макдак. Ходили, наверное, сколько мы там были, ну, полчаса, наверное, мы там были от силы, а это вот всё, вот такая очередь за полчаса образовалась, это вообще прям капец. Ну, ничего, кстати говоря, по факту я взяла бургер от соуса, не стала от него отказываться, потому что подумала, что он будет сухой, но, знаете, я даже до конца его съела, и меня даже не затошнило, потому что от всех остальных бургеров в Макдаке меня прям на середине начинают будут тошнить, а здесь нормально прям вообще. Плюс там 15 грамм белка и 300, около 320 калорий на весь бургер, это прям неплохо. Потом мы с мамой отправились в дом фиалки, это такой, в общем, выставочном формате магазин, где можно посмотреть, приобрести цветы. У меня мама очень увлекается фиалками, у нас дома их очень-очень много, но в целом это достаточно красиво, как видите, здесь очень много сортов на выбор. На улице прям вообще такая темнота и мерзопакостное, что такое состояние, как мне кажется, какой-то приход в Олдеморда. И потом мы отправились в оптику подбирать очки, напишите, какой вариант вам понравился больше, вот такой вот вариант 1, я принципиально хочу себе прозрачную оправу, не знаю, мне, кстати говоря, больше всего понравился вот этот вариант, вариант номер 2, но мне очень интересно будет почитать ваше мнение. Мне кажется, прозрачная оправа сейчас это очень стильный, как-то, я не знаю, в общем, не знаю, хочется мне прозрачную оправу и всё. Вот, кстати говоря, про вот этот вариант номер 5, мой молодой человек сказал, что я как будто только что вышла из химкабинета, ну, возможно. Доброе утро. Короче, время 10. Но после таких вот дней у меня какой-то тходняк идет, но я вчера еще было плохо с утра, потому что мне же пришлось бежать перед тем, как идти к врачу гузнолу, бежать в аптеку в его корзину, вот. Потому что на улице просто отвратить кинешь года, сегодня первый день локдауна в Москве. Короче, делать нечего, идти никуда не надо, делать как раз еще. Но я вчера специально зашла в магазин продуктовый, чтобы взять и пару вкусняшек, поэтому сейчас вам покажу, чем я буду завтракать. чисто, знаете, для поднятия настроения. Вот. Я все еще продолжаю менять свой режим питания. Ну, в общем, когда все случится, я вам все подробно расскажу просто сейчас. Об этом не имеется смысла никакого говорить. Вот. Поэтому я сейчас встану, приведу сейчас в порядок и пойду завтракать. Ну, точнее, сначала я прессик покачаю, прыжки дренажные сделаю. Вот если я не занимаюсь с утра хотя бы минут 20, вот такой вот физически активной деятельностью, и все. Я вообще вот так буду лежать целый день. Спорт минимальный дает мне энергию. Вот. Просто время утра. Посмотрите, как в комнате темно. Вот просто как жить? Как жить? Сейчас я включу свои огонючки, и сразу жизнь станет веселее. Знаете, в такое время моя любимая заставка это камин на телевизоре. Мечтаю о настоящем камине, но пока что удовольствуюсь мало. Ну, так тоже получше, если честно. Так хотя будет какой-то. Так, я немножко позанималась. Фуха. Сейчас пойду, что схожу в душ, и наконец-то можно будет уже завтракать. Я не знаю. Я немножко взбодрилась, но я до сих пор чувствую себя как в вафля какая-то просто лютая. Ну, я попробую, значит, вот такие вот печеньки на фруктозе. Они, конечно, калорийные, но как бы так попить чай иногда можно. Снова я подсела на хлебцы карамельные сырные на 29 калорийной штучки. И, короче, я продолжаю экспериментировать с молоком. На этот раз взяла вот такую банановую. Ну, короче говоря, состав здесь тоже как бы такой. Здесь есть сахар, но я к такому молоку отношусь чисто как к топингу в кофе или в цикории. В общем, чисто разнообразить. Еще недавно я делала пиццу с вот таким вот кетчупом. Без добавления сахара, крахмала. Здесь, по-моему, всего лишь 50 калорий на 100 грамм. Но как бы вот на какой-то бутерброд или на лаваш я от силы грамм 10 использую. То есть тут вообще, считай, нулевая калорийность получается в использовании. На вкус он, в принципе, ничем не отличается. Он более кислый немножко, более такой жизненький. Потому что здесь нет крахмала, как загустители, да, и сахар поменьше. Короче, для любителей микроволновочных бутербродов здесь 160 калорий из-за того, что ветчина, короче говоря, буковая, прям очень неплохо получается в совокупности с яйцом. Очень шикарно. И тестирую банановое молоко. Вскоре. Ничего так. Это для иммунитета. И я снова еще начала пить витамины для волос. Утром и вечером по 1 штучке. Так, день у меня потихоньку течет. Вернее говоря, просто протекает. Прочитала статью на завтра. У нас все-таки как-никак дистанционное образование, ребята. В неделю у меня завтра уже начинается сессия. У меня завтра первые зачеты. Кстати говоря, похвастаюсь вам. По зачету, который будет завтра, я единственная из группы набрала автомат. Нам об этом сказали в понедельник. Вот с понедельника, получается, за 4 дня. Там еще какие-то полноценные задания давали. Еще пару девочек набрали автомат. Но изначально автомат был только у меня. Я не знаю, правда, каким богом так получилось. Но я просто говорю, что я очень ответственный человек. И мне легче делать что-то во время модуля, нежели потом париться на сессии. А завтра я просто зайду на пару, скажу. Я согласна с набранными мною баллами. Ставьте зачет, я пойду. И все. Я зайду, получается, и сразу же выйду. Вот. Зачет будет поэтому очень-очень легенький. Что я, в принципе, собираюсь делать на этом локдауне? К молодому человеку я не полечу. Потому что, во-первых, он заболел короной. Сегодня пришли результаты анализов. У него корона. Он будет сидеть на карантине 2 недели. Это очень-очень печально. Вот. Поэтому я остаюсь в Москве. Вторая причина. Это мои гормональные дела, мои глазные дела, которые надо завершать. Я не могу заказать очки до седьмого числа. Потому что, собственно говоря, локдаун ничего не работает после седьмого. Только если, конечно же, все откроется. Но я думаю, оптики должны открыться. Потому что, иначе говоря, вообще будет какой-то трэш. Для тех, кто не понял, что у меня с глазами. И вообще мне вчера в Инстаграме. Я выкладывала об этом в Инстаграм. О том, что у меня вот такая проблема. Мне многие написали. В частности, мальчики, кстати говоря, мои знакомые. Какая связь между глазами и вообще родами, беременностью. Буквально говоря, как мне сказал врач, у вас могут лопнуть глаза. То есть тонкая роговица, если мне еще сделать лазерную коррекцию, роговица источится еще больше. Просто могут не выдержать глаза. И уже та толщина роговицы, которая у меня есть сейчас, может быть показанием на кесарево защищение его. Поэтому тему с лазерной коррекцией мы закрываем, по крайней мере, до того момента, пока у меня не будет стоять уже непосредственный вопрос. Когда у меня уже будут дети, я точно знаю, что я не буду беременеть, не буду рожать. Вот тогда еще можно что-то порешать. Но риски очень большие. И вообще врачи не дают никаких прогнозов. Один глаз мне можно восстановить на 60%, второй на 80%. То есть даже с учетом лазерной коррекции 100% зрения у меня не будет. При условии, что я такой родилась, я не знаю вообще, что такое видеть нормально. У меня глаза видят где-то 30-40%. Я такой, как бы, повторяюсь, родилась. У меня не падало зрение. Поэтому я привыкла так смотреть. У меня мозг, мой организм адаптирован под такое зрение. Я себя комфортно чувствую в этом. Ну, я не знаю ничего другого. Книги читать, за компьютером сидеть мне тяжеловато. Ну, собственно говоря, для этого у меня есть очки. Поэтому чем я буду заниматься на локдауне? Рисовать картины по номерам. Вот эту картину рисовать еще полгода назад где-то. Забросила ее. Это, короче говоря, Карлов мост. Проблема в том, что я, говорю, повторюсь, долго ее не рисовала. Где-то полгода. У меня просто не было времени. И у меня 6 цветов из 30 засохли. Хотелось их разводить. Но вообще безуспешно. Вот. Мама мне предложила просто купить пачку гуаши какую-нибудь небольшую. И просто как бы, ну, подмешать цвета, да. Там просто чтобы похоже было. То, что, ну, обидно только то, что вот у меня засох один голубой цвет. Вот, 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 вот. Вот, как видите, он прям лютыми такими пятнами ложится. То есть это не я так нарисовала. Вот он именно так ложится. То есть не цветом полным, да, вот здесь вот, допустим, а вот такими вот, в общем, с проплешинами. И тут как бы достаточно большой участок отведен под этот цвет. Вот. И поэтому надо дорисовать. Не хочу бросать наполовину. Вот. Я запаслась книжечками. Такое вот Франко Телье или Тихье. Не знаю, как правильно. Первый раз купила книгу от этого автора. Детектив. Под такую серость, под такую погоду. Детективы самое то. И Роберт Гейлгрейт. Дурная кровь. Это, по-моему, пятая часть уже. Передущие четыре я читала. Книга очень-очень толстая. Здесь, по-моему, сколько тысячи страниц. Ну, около тысячи, да. На какой странице заканчивается повествование, чтобы не проспорили тебе конец. Около тысячи страниц. Здесь, по-моему, около четырехста страниц. Или сколько там. Ну, в общем... В общем... Да что ж такое? Запуталась. А, ну тут даже вон как. Это не я запуталась. Это как-то она здесь двойная, что ли. Ну, в общем, около даже больше четырехста страниц. Короче, буду читать, рисовать. И еще я пересматриваю милых обманщиц. Что вот такое вот у меня планируется локдаун? А как бы других вариантов даже нету, потому что все закрыто. Хотели сходить с мамой в театр, потому что театр и музей открыты. По QR-кодам. У нас QR-кода есть. Так как мы болели ковидом до середины декабря у нас действуют QR-коды. Но очень-очень сильно подорожали билеты. Мама хотела пойти в Линком. По-моему, в Портер. Билеты от 16 тысяч. Это очень дорого. Это намного дороже, чем было еще даже где-то полгода назад. Вот. С одной стороны, театры тоже можно понять, конечно. Им надо как-то кормиться, платить зарплату. Но, конечно, это полнейший трэш. Я вообще даже не представляю, что будет после 7-го числа. Потому что, да, вот у меня молодой человек, опять-таки он занимается бизнесом. Простите меня, это зарплаты, это аренды, это какие-то закупки. В общем, работать нельзя, а платить всем надо. Из чего платить, из какого кармана, непонятно. Тем более, сейчас вот он еще и на карантин уйдет из-за ковида. В общем, напишите мне, как вообще вы справляетесь с локдауном. И с какого вы города, с какого числа у вас введен локдаун. Потому что в Москве он с 28-го, молодой человек у меня, да, в Оренбургской области он с 30-го. То есть на два дня позже. С какого числа у вас? И вообще, что вы планируете делать? Ну, я не знаю. Чисто-чисто-чисто-чисто. Это, знаете, хорошо, когда ты вот так вот ютубом занимаешься. И на себя это не очень влияет. Но, как бы, у меня есть еще родители, у меня есть друзья, да, знакомые, по которым это очень-очень сильно бьет. Короче, честно, меня уже достала эта эпидемия. Вообще, коронавирус тут весь просто ель. Это капец. Представляете, сижу, значит, я рисую здесь свою картину незасохшими цветами. И вспоминаю такая, что вчера была среда. Это значит, что я не посмотрела новый выпуск «Беременна в 16». Как же так? На самом деле, если без шуток, то я вообще не знаю, чем мне заняться. Я переделываю все свои дела. Из важных дел мне только смонтировать ролик. Но его сначала надо доснять. А так все, к конституту я полностью готова. Выходить никуда-некуда. Максимум, может быть, вечером схожу за продуктами. Хотя я там была вчера. Поэтому... Локдаун. Вашу мать. Если не нашла 8 серебря, я его в 16. В пятом сезоне 7 серий. Серьезно, я просто не в курсе. Заварила я себе кофеек с банановым молоком. И буду пить с вот такой вот протеиновой печенькой. Это мои новые печеньки. Очень вкусные. Прям очень. Сочетание апельсина и шоколада. Прям очень классных. Ну, собственно говоря, вот так вот, я думаю, сейчас будет кончаться мой вечер. Потому что все дела я переделала. Поэтому вот такой вот у меня уютный осенний карантинный локдаунный вечерок. Спасибо вам огромное за просмотр. Пишите комментарии, ставьте лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить другие мои классные и интересные ролики. Я с вами прощаюсь. До скорых-скорых встреч в новых видео. Совсем-совсем скоро. Пока-пока. И приятного вам локдауна. Надеюсь, мы все выдержим. Конечно, выдержим, куда мы тянемся. Поэтому до встречи.